Собака, виляющая хвостом, не всегда друг человека. Речь о тех питомцах, которые находятся на самовыгуле. Стои собак на улицах города и окружных сел пугают жителей. Как правило, у собак есть хозяева. Только почему-то бегают они сами по себе, наводя страх на детей и мамочек с колясками, на детских площадках или поджидая своих хозяев у магазинов, детских садов и школ. Александра Литкова попыталась разобраться в том, почему беспечность хозяев домашних питомцев порой оборачивается плачевными результатами. Во-первых, они могут нападать на людей, на детей, все что угодно от них можно ожидать. Так что очень отрицательно. Это надо наводить порядок с ними. Навести порядок с самовыгулом собак, как оказалось, непросто. Никакие правила и нормы, и даже штрафы в настоящий момент не спасают ситуацию. Правила содержания домашних животных, в том числе собак и кошек, утверждаются на федеральном уровне. К сожалению, на сегодняшний день они на федеральном уровне не приняты. Поэтому действуют по-прежнему правила содержания собак и кошек, которые утверждены еще в РСФСР. Нормативным правилом акта правил содержания собак и кошек в населенных пунктах. За то, что собственники животных домашних, собак, кошек, соответственно, нарушают данное правило, предусмотрена административная ответственность кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. На сегодняшний день, согласно окружному законодательству, всю работу по отлову и содержанию собак на самовыгуле выполняет станция по борьбе с болезнями животных. Выезды сотрудников на отлов собак проходят регулярно, в том числе и в села округа. Но собак на улицах меньше не становится. Как считают специалисты, все зависит от самих хозяев. В основном собаки обитают в детских площадках, возле магазинов. Все хозяйские собаки. Кого-то подкармливают, кого-то пинают, еще всякое разное. Так что, я не знаю, с этим надо бороться. Надо, чтобы люди сами уже за голову взяли. Хозяева собак, отпуская своих питомцев на самовыгул, тем самым провоцируют так называемые собачьи свадьбы. Люди, пугаясь своры собак, вызывают службу по отлову безнадзорных животных. После того, как собак поймают, их помещают во временный питомник. И тут о них вспоминают неродивые хозяева. И, конечно, хотят вернуть своего любимца. Возмущаясь, как дорого обошлось его содержание в питомнике. Сейчас это 340 рублей в сутки. При этом, говорят в станции по борьбе с болезнями животных, обвиняя сотрудников в том, что они хотят побольше заработать на собаках. Вот у нас целая папка заявлений. Прошу возвратить мое животное. Это только те люди, которые своих животных забирали у нас с нашего пункта с начала этого года. Их очень много. Есть даже по два раза забирали, есть по три раза. Я не знаю, почему так происходит, но уверена, это только потому, что таких неродивых хозяев просто конкретно не штрафуют. Вот я считаю, если будет уже максимальный штраф, то люди задумаются, ну и не будут выпускать свои животные на самовыгул. В окружных селах ситуация с безнадзорными собаками обстоит не лучше. В каждом муниципалитете есть административная комиссия, которая рассматривает дела по нападению собак на людей и выписывает штрафы неродивым хозяевам. Но не всегда люди готовы писать заявление на своих же соседей участковому, даже если их покусали. Вместо этого они обращаются к главам с просьбой как-нибудь решить проблему. Глава, в свою очередь, может разве что вызвать специалистов по отлову безнадзорных животных. Все строится на том, что ответственность каждого должна быть перед животным, которое он содержит. Если мы не будем завязывать свою собаку, а смотреть только на соседскую и говорить, она вот бегает, то ничего хорошего у нас не получится. Поэтому ответственность каждого гражданина за то животное, которое он приучил, которое он содержит, в частности, в большинстве это, конечно, собаки, если он ответственно его содержит, завязывает, выгуливает на поводке, не водит его с собой в детский сад, в школу не приходит, на 9 мая к памятнику со своей собакой. Ну, то есть на этом и держится уважение к односельчанам и соблюдение правил. Если вы не хотите, чтобы ваша собака оказалась в пункте временного содержания животных, значит, выгуливать ее нужно на поводке и при возможности чипировать, чтобы при поимке животного можно было сразу определить, есть ли у него хозяин. Александр Литкова, Владислав Носкин, Антон Ведряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...